Комплексный план приватизации 2014-2016. Ключевые аспекты программы приватизации акционерного общества «Национальная атомная компания Казатомпром». Кусунов Алмаз Олжабаевич, председатель комиссии по реализации активов и объектов акционерного общества «Национальной атомной компании Казатомпром», окончил в 1973 году Московский химико-технологический институт имени Менделеева. В разные годы работал заместителем министра науки Республики Казахстан, вице-президентом акционерного общества «Национальная компания Казкосмос», президентом акционерного общества «Национальная компания Казахстан Инжиниринг», вице-министром индустрии и торговли. С сентября 2009 года по настоящее время работает управляющим директором, руководителем аппарата администрации акционерного общества «Нак Казатомпром». Для чего сегодня нужна приватизация? Мы ведем работу согласно комплексному плану приватизации, утверденному решением правительства. Значит, в рамках этой программы мы реализуем ряд объектов, ряд активов наших. Значит, основная цель этой реализации активов является оптимизация структуры активов в компании, повышение эффективности деятельности компании и, естественно, ее стоимости в результате. Ну, я хочу сказать, что ведь время идет и задачи появляются с этим временем. Вот когда-то те предприятия, которые создавались у нас в отрасли, никто не говорил об их приватизации, вообще даже и не думали. Значит, во-первых, реальность, часть какая-то большая предприятия, она еще пришла к нам из Министерства среднего машиностроения, когда образовывалась компания. И, естественно, все работы, которые в этой отрасли выполнялись, там частного сектора вообще не было никогда. Вот. Сейчас вот мы уже ведем речь о приватизации некоторых объектов. Я думаю, что этот процесс дальше продолжится, потому что время диктует, появляется конкурентная среда, появляются предложения по участию в наших работах. Конечно, в основном это вспомогательная работа, это не добыча, это не переработка. Но вспомогательная работа, сервисная работа. Так что это все нормально. И я думаю, что процессы приватизации, они продолжатся дальше. Какие объекты выставлены на продажу? Значит, согласно плану реализации, при приватизации мы будем порядка шести объектов выставлять. Первый объект – это объект этого года, 2014 года. Мы будем продавать 49% акций «Волков геологии» в товарищах без ограниченной ответственности «Каз-Геомаш». Значит, это предприятие занимается выпуском боровых колонн, комплектующих для проведения георазведочных работ и геотехнологического бурения. Расскажите о механизмах реализации активов. Есть у Самрука документ, правила приватизации, которые они отработали хорошо, и там все механизмы заложены. По-другому – непрозрачная непродажа. Значит, есть у нас комиссия по приватизации наша. Значит, мы вырабатываем там условия продажи, как, по какой цене, с какими условиями продаем объект. Потом мы эти предложения комиссии выносим на комиссию Самрука по приватизации. Значит, они одобряют, либо не одобряют. Если одобряют, после этого идет на электронные торги на площадку Минфина. Там тоже все прозрачно. Там ничего абсолютно нельзя сделать. Даже узнать о том, кто там подал и так далее, до того, как не завершится конкурс, это просто невозможно. Оценочная стоимость, по которой мы и продаем сейчас на аукционе этого объекта, это 72 миллиона 663 тысячи тенге. Это оценочная стоимость одного объекта. По тем объектам мы еще оценочную стоимость не делали, потому что у оценочной стоимости ограничены срок действия. Поэтому тогда, когда будем уже продавать, тогда будем делать оценку. Какое внимание уделяется социальным вопросам при приватизации активов? Что касается КАЗГИОМАШа, значит, какие-то риски и возникновение каких-то социальных вопросов и проблем, там минимальные, поэтому мы продаем сейчас на аукционе. Там никаких условий, только цена. Когда будем продавать ремонтаж-сервис, там очень большое количество людей, которые работают непосредственно в том регионе. И если вдруг там что-то случится, потеря работы, там другой работы нет. Поэтому мы будем здесь очень осторожно продавать с определенными условиями сохранения рабочих мест, профиля деятельности и так далее. Продолжение следует...